Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала! Сегодня в нашей рубрике «Разговоры по пятницам» я рада приветствовать нашего дорогого гостя. Это Владимир Андреевич Хамутаев, доктор исторических наук, политический деятель, я могу сказать защитник бурятского народа, то есть с полным правом, я могу назвать вас этим титулом, и автор недавно вышедшей книги «Кровавая русская конкиста» от присоединения бурят Монголии, Сибири, Кавказа и до вторжения в Украину в 2014-2022 годах. Здравствуйте! Я хотела бы задать такой вопрос. Как начался ваш путь? Ваш путь бурятского националиста? Я считаю, что это вполне нейтральный термин. Он просто показывает, что мы, бурятские националисты, мы боремся за права нашего народа. И как вы пришли к этим идеям? Ведь вы были преподавателем истории, вы работали также в МЖК, молодежный жилищный комплекс, это вот движение было во времена перестройки. Вы входили в клубы бурятской творческой интеллигенции. Как вы пришли вот к этой идее, что мы должны защищать наши права как народа? Спасибо, Раджана. Это очень важный вопрос. На моем примере, я думаю, что это показывает вообще в целом, как народы, представители народов, колонизованных, порабощенных большой империей, большим государством, несамостоятельные народы, каким образом, значит, они приходят вообще к осмыслению своих прав и в конечном итоге становятся на путь. Очень страшный, вроде бы, экстремический путь, как нам внушали всегда борьбы за самоопределение. Я думаю, проанализировав, так сказать, имея за спиной огромный жизненный, исторический, научный опыт, я прихожу к выводу, что все объективно, все закономерно. Это не было, с улицы зашел и вошел в это самое, делать какую-то политическую, еще какую-то карьеру. Многие сегодня воспринимают, что, ах, надо поймать волну сегодняшнюю какую-то и начать себя раскручивать, популяризировать и влезть, так сказать, в структуры формирующихся. То есть у них всегда преследует интерес личный. А приходили, приходят в истории, во всяком случае, XX века всегда по объективным причинам. Все лидеры национальных революций, нерусских народов, начиная с прибалтов, поляков, финнов, вкассов и других народов, всегда они приходили к осознанию этих проблем через изучение истории. А я профессиональный историк, я историк, поэтому, естественно, я копался в нашей истории. Даже в те годы, в наши страшные, значит, какие там, Брежневские, Хрущевские и все прочие годы, были работы мировых историков, цитаты великих историков. Я хочу поделиться с вами. История – это сокровищница наших деяний сегодня, свидетельница прошлого, примеры поучений для настоящего, предостережения для будущего. Сааведро. Мигель Серванте Сааведро, великий человек, еще в XVII веке он такие вещи сказал. И таких определений много. И эти определения, эти великие цитаты, великих мудрецов планеты не были в запрете. Несмотря на то, что Россия и СССР имперская всегда пыталась, значит, чтобы мы, историки, мы вообще не русские народы, прикасались к истории с такой позиции, да. Тем не менее, они-то были. И читая их, следующее, например, выражение. Не знать истории, значит, быть всегда ребенком. Март Тулли Цицерон. История пишется для установления истины. Принест, младший. Первый закон истории – бояться, какой бы то ни было лжи, а затем не бояться, какой бы то ни было правды. Правды. Гегет. История… Только у свободных народов есть история, достойная внимания. История народов, порабощенных геспотизмом. Это лишь собрание анекдотов. Читая такие вещи, особенно последнюю фразу я вам акцентирую, я, естественно, возмущался. Как это так? У нашего народа порабощенного, но наш народ монгольский народ, имеющий гордую политическую историю, государственную историю. Как это мы сегодня… Наша история – это и есть собрание анекдотов. И с этими мыслями, естественно, я, историк, приходил к моим учителям, в первую очередь, Тарас Максимовичу Михайлову, Шрабадеевичу Чемиддаржиеву, Бимбадаржиевичу Цибикову. Задавал им вопросы. А они мне рассказывали. Тихо, так сказать, в то время о том, что в нашей истории все набрано буквально, почти все. Это продукт советского тоталитаризма. Я спрашивал, почему, как такое можно? Я узнал тогда фамилию А.В. Шестакова, который инспектировал от Москвы, стоял над историками и заставил их переписать том 1-й 1954 года, кажется, истории БМА СССР. Чтобы там ни одного слова о нашей какой-либо сопротивлении в борьбе не было. Чтобы все было там написано, как нужно, центру. Понимаете, да? И вот эти мои учителя, они мне говорили это. Вот так было. Я, естественно, будучи молодым человеком, энергичным, воспринимал сердцем и возмущался. И, соответственно, я соскальзывал, так сказать, на эти экстремистские мысли, на необходимость бороться. Как это так и так далее. Как это у нашего народа, порабощенного деспотизмом, тоталитаризмом, русизмом, нету истории. Они говорили, есть, она гордая и все прочее. И второй еще фактор по истории я вам скажу, моему народу. Когда я в 80-м пришел писать, предложил, значит, моим учителям писать кандидатскую по истории хумну, я занимался, немало занимался, глубоко копался. Я был влюблен в хумнологию, так сказать. А там, кстати говоря, Лев Николаевич Гумилев ничего не скрывал, великолепно писал. И благодаря своему авторитету или еще чему, да, званию, степени, он умел это печатать. Я это все читал. Естественно, мои исторические знания не о своем конкретно народе начинались, да, я в них копался. А вот именно оттуда, сверху, от нашей древней, так сказать, хумской истории. Он это человек, это мы, у нас полностью происхождение оттуда. И предложил, а они наши сказали, мои учителя-историки, нет, нам запрещено говорить о родстве с монголами, а ты хочешь с хунов начать, не получится, не защититься. Слово я тогда такое услышал. Не проходняк, это тема о родстве с хунами. Я был поражен и оставил эту тему. Ужасно, сколько лет и ушел, понимаете. Ушел куда? Ну, ушел на эту стезю борьбы. А тут как раз перестройка, гласность, демократизация. МЖК. Второй фактор, вторая причина, это моя деятельность в МЖК. В МЖК были собраны очень странные люди, потому что руководитель МЖК Юрий Францович Хаданов, светлейшая голова, умнейшая голова. Он собирал людей весьма оригинальных, нестандартных. Со всей страны собирал людей, выдающихся титанов. Я говорю об МЖК, огромной роли, значит, моего схода, так сказать, на эту националистическую линию, стезю, была моя работа в МЖК. И там, значит, я возглавлял клуб творческой педагогики, будучи профессиональным педагогом. Я создавал лично вместе с товарищами учебно-воспитательное, образовательное, культурное, так сказать, заведение, в котором надо было, значит, и так далее, и так далее. Собрал материалы со всей планеты, самых лучших учебных заведений. Многократно встречался, ездил, значит, к нашим выдающимся звездочкам педагогической науки, педагогического поприща по Советскому Союзу. Ну, это одно, а МЖК, это организация, которая пыталась создать автономное сообщество на окраине Улан-Удэ с полным своим самоуправлением, с огромными интересными проектами, которые защищались в Москве на ЦК и так далее. Я был свидетелем, как с Юрой мы поехали, как в огромном зале, значит, разрабатывая концепцию дальнейшего развития МЖК. Юрий Францевич поднял руку, вышел, я видел, как весь огромный двухтысячный зал смотрел, слушал, понимал, и как наш Юрий Францевич учил всю страну молодежную, каким образом надо строить, какие, значит, ценности закладывать и так далее. Это была гордость у меня и так далее. Но еще больший великий памятник для Осетбой, я ему ставлю только за то, что он сумел собрать первых революционеров, национально-демократических революционеров из Атмады, Савидиса, Народного фронта Украины, Народного фронта Эстонии. Они функционеры этих первых политических организаций, нацеленных на выход из состава страны. Они приезжали, мы с ними проводили разные беседы. Я впервые тогда познал, это были мои первые главные политические университеты. Они говорили о праве нации на самоопределение и так далее, и так далее. Эти вещи вообще в нашей республике зашуганы, запуганы, замордованы. Были не то, что запрещены, они вообще ни на каком слуху, ни у кого не были, понимаете. Я впервые узнавал, естественно, это было как бальзам мне на душу. Но когда мы в клубе строителей демократической общественности, русские бурятки все вместе обсуждали, критиковали партию, правительство, КПСС, которая вечно отстает, особенно бурятский обком и так далее. Они выступали, и это вызывало озлобление, отторжение определенной части, ну, понятно, конечно, этнического большинства. Я думаю, все прекрасно понимают. Но это еще больше, значит, как раз вело меня к тому, что надо рассуждать в этом плане. А получая от них, благодаря Юрию Францовичу, огромную литературу, которые сегодня назвали бы, это были, значит, срывоподобные, значит, материалы, я их распространял максимально, все мои товарищи, я их подключал, вырезали, перепечатывали на наших диких машинках и так далее, с тем, чтобы распространять, завоевывать умы. В этом отношении сегодня какая блестящая ситуация. Сегодня интернет, мы можем, как угодно, в несколько секунд, минут распространять самые лучшие революционные идеи. А тогда мы, значит, это... И вот так, благодаря этому, я отвечаю на этот вопрос, я говорю, я как профессиональный историк копался сам, и кроме того, значит, вот это, благодаря НЖК, я увидел, встретился и все прочее с великими людьми, которые показали страшную трагическую историю нахождения в России, что под СССР нету никакого будущего. Узнал такие, например, маленькую фразочку. Мы, эстонцы, маленький народ, мы не можем, значит, бросать своих людей, которые, значит, достигли каких-то высот в Советском Союзе, в Москве, в Ленинграде работать и так далее. Мы ведем каждого эстонца. Я тогда пораженно спросил, как это каждого ведете? Ну, а как же? Значит, если человек достиг определенных высот и так далее, знаний, пусть он служит своему народу. Это что такое, служит оккупантам, колонизаторам? И мы ведем, добиваемся, чтобы перевезти на свою родину с обменом квартир, как угодно, решаем так. Я в свое время пошел к Вадиму Безяевичу, Вадим Безяевич мне сказал, ой, в Томске я нашел замечательного хирурга, ведущего хирурга страны, онколога и так далее. Я говорю, вот надо, надо, вот такие идеи. Он идею поддержал, но говорит, а как, как в нашей, нашей, нашей республике? Куда его? В эти, в СМП нашей и прочее, что ли, понимаешь, да? Вот этот уровень, этот уровень, значит, униженностью, зашоренности, это, естественно, тоже меня било по сердцу и заставляло находить, находить, находить выходы из этого положения. И мы, значит, работали, соответственно, значит, создавали разные другие организации. Ну, вообще, конец 80-х годов я тоже помню. Я помню, что было совершенно другое настроение в обществе, совершенно другое. Вот я не помню, чтобы вот был такой воздух свободы после. Вот именно. Да, то есть, вот вдруг, ну, то есть, после этого застоя, да, вдруг люди почувствовали, что что-то поменялось, да, что стало можно говорить о таких вещах, о которых раньше нельзя было говорить. Начали говорить о репрессиях, о лагерях, да, о ГУЛАГе. Мы впервые все это начали вытаскивать, да, и журнал «Огонек» читала вся страна. Аргументы и факты, где вот все эти статьи печатались. И, то есть, вот русское зарубежье, да, ну, вот эмигранты стали возвращаться. И в том числе и мы, буряты, стали узнавать о нашей эмиграции. И тогда возникало очень много разных организаций. Я даже не представляла, что, на самом деле, оказывается, в МЖК такие процессы проходили. У меня, на самом деле, сестра, ведь вы же знаете, она тоже в МЖК была, да. Я знаю. Пожарно ее. Скоро они там живут. Да. Да, но я даже не знала, что, на самом деле, как бы приезжали и из Союзицы, и из других организаций, из Балтийских стран, вот, и из Украины деятели национального движения. Я тогда даже не представляла. Но, в принципе, вот Улан-Удэ, он тоже бурлил в тот момент, правильно? Там же такие организации возникали снизу, как Союз городской. Совершенно верно. Да, Клуб городской интеллигенции. Вы были там, наверное? Ну, конечно. Вы, наверное, тоже член этого клуба были. Раджана, я сейчас вот тебе добавлю. Ты сказала, какие интересные люди. А еще интересные люди. Два конференции мы проводили на Байкале, и на этих двух конференциях ночами не спали в Айнштоке, муж с женой. А я выступал с основным докладом, значит, развитие национального, каким образом должно быть обеспечено национальное развитие республики Бурятия, развитие его национальной культуры и языка, когда мы у нас такие-таки, то-то, то-то. Весь мой плач, значит, обсуждало все наше МЖК и приехавшие гости. И вот эти два замечательных старика сказали, у вас ничего не потеряно. Не надо впадать в пессимизм. У вас своя республика. У вас свои округа. У вас свои четко обозначенные земли. Тысячелетиями, как вы говорите, унабоженные и так далее. Вам просто надо организацию сделать борьбы за это дело. И все возродится. У вас есть республика, у вас есть округа, у вас есть народ, у вас есть образование. Только надо работу делать организационно, правильно. И я их обнял, расцеловал и так далее. И с того времени, еще более, так сказать, убежденно, я начал организовывать, создавать и так далее. Но все это я уже описал в первой диссертации, во второй даже. Какие организации, каким образом поднимали? Как они появлялись? Какие были противодействия? Какие были шарлатаны, сихсоты и так далее, внедрены в наши ряды и прочее? Какую позицию занимало этническое большинство? Какова роль была Потапова? Все это у меня, в принципе, расписано. Но если, Джанна, ты сощешь нужным, я могу вкратце пробежаться. Или давай лучше будет. Конечно, будет лучше. Это все описано. Если кто интересуется историей 80-90-х годов, это могут поднять бурятское национальное движение в книге моей. И затем национальный вопрос в бурятине. Что впервые было создано? Вначале была создана бурятмонгольская партия? Нет. Сначала была создана первая наша бурятская общественно-политическая организация, четко нацеленная на политические задачи, которые все еще были под страхом, так сказать, наказания. Это было общество ГСР. Лидерами ее были два моих друга. Начинающий Шлама Балден. Сегодня его называют Балден Лама. Он сейчас перебрался в Америку. И второй... Он из Тунки. И второй Валентин Хагдаев. Ты, наверное, знаешь. Шаман Валентин Хагдаев. Сейчас он уже, конечно, уважаемый шаман, а тогда тоже начинающий эту практику. Писал кандидатскую по философии, значит, и так далее. И вот они организовали. Она мощно заработала очки. Народ пошел. В Горьковской библиотеке, сколько раз они собирались. В самом крупном, якобы, у нас зале обсуждали удивительнейшие вопросы. Весь зал был набитый. Но среди, якобы, как потом выяснилось, там было немало, значит, людей, которые были специально засланы. И один раз я был на собрании у них, на их собрании, когда, значит, был раскрыт Нигазалоховом Кис. Секретный сотрудник. Он сам повинился, покаялся публично перед нами. Но после этого ЭМХ и Зонте отвернулись. Недоверие, вот это наша язва. В результате сошла организация с политической сцены, снимание. Но на ее место, так сказать, появились другие. В частности, Союз бурятской интеллигенции. Там были наши молодые ученые, поэты, писатели. Наиболее ярким, я так могу, не обижая других сказать, была философ тогда кандидат философских Ирина Сафроновна. Именно они возродились. Запрещенные коммунистами и гебистами старинные бурятские народные праздники, наши любимые традиции, наши ремесла, наш Савал, вон, изгнанный Кремлем. Буддийские обряды по встрече Нового года, которые сегодня все мы прекрасно знаем и ходим в Дугжоба там и все прочее. Они создали первые календари по лунному летоисчислению. Это был огромный прорыв, который состоялся благодаря поддержке великого патриота нации Владимира Безяевича Саганова, председателя правительства. Затем на этой волне поддержки народа Ирина Сафронова вместе с Тарасом Максимовичем, Михайловым и Игнатием Дмитриевичем, Бураевым, моими друзьями, написали, издали книгу, брошюру маленькую «Национальный вопрос Бурятии», где впервые после десятилетий репрессии, гонений, запрета на всю Бурятскую, они открыто поставили национальные проблемы этноса, 89-й год, которые они решили необходимо ставить на повестку дня перед республикой и всем народом и округом. Они наши герои, Ирина Сафронова, Тарас Максимович, Игнатий Дмитриевич, герои нации. Мы должны чтить их, честовать. Одновременно разворачивались и молодежные, общественно-политические организации. Я уже сказал, как общество ГСР, потом, значит, и так далее. Потом появились уряд «Монгольская народная партия». Мы создавали, нашли Михаила Надмитриевича Точирова, «Давай, наим, малыш, там, ане» и так далее. Мы, манкурты, маргиналы и так далее. Критикуемый со всех сторон, зашуганным собственным своим народом и так далее. Вот давай стать знаменем. Постояв немного, он ушел. Жалко. Но это тоже показатель, почему так. Почему люди, остепененные, или же еще, как сказать, приближенные к «Бурятэгэшулда», якобы, сайтом «Бурятского народа», быстренько отходили. После чего, я не знаю, после какого воздействия, я не знаю. Общество было создано женское. Мы создавали движение национального единства и «Бурятмонгольская партия». Мы женщин своих отпочковали. Енгельсина Михайловна Гармаева, Сергея Сергеевна Скольжикова. Они создали ассоциацию бурятских женщин, которая пользовалась огромной популярностью среди женщин. Они пошли, там начали шить одежды, распространять все эти, значит, праздничные буддийские вещи и все прочее. Это было пробуждение национального самосознания не только женщин, всех бурят. После долгой спячки, заворочки и так далее. Это был на самом деле воздух свободы. Самые лучшие мои годы. Ирина Сафроновна Урбанаева, она ведь еще написала книгу о бурятском шаман, шаманизме. То есть какое-то время она даже, ну то есть у нее какие-то были духовные поиски в тот момент также. Она сначала увлекалась шаманизмом, потом она стала вообще буддийской монахиней, правильно? Она открыла женский буддийский центр в Улан-Удэ. Сейчас она практикующая буддистка, практикующая буддистка, даже монахиня можно сказать. Монахиня, да. И вот я здесь хочу для всех как историк провести параллель. У нас были созданы все, так сказать, классическая сеть политических организаций, когда этнос перерождается в нацию. Политические вопросы становятся во главу угла. Тоже так же было, как в 1900-1917 году. В Москве, Питере, Улан-Удэ, Чите, Иркутске, Томске работала целая сеть таких классических формирований национального движения в ряд. И я для себя всегда оставляю вопрос. Почему национальное движение наше великолепно поднявшись с фазы А до фазы Б ломается на фазе С? Ну вот, кстати, вот вопрос по вопросу о так называемых сексотах, да, я помню, что мы когда как бы вот включились в Бурятское национальное движение в 2000-х годах, я помню, что нас тоже предупреждали, что вот могут к вам инфильтра, как сказать, может произойти инфильтрация, могут как бы прийти сексоты и так далее, но тогда сильно как бы мы не очень с этим сталкивались, может быть, мы просто никого-то не заметили, там были какие-то подозрения, вот, но потом один из таких людей он просто ушел, вот, вначале он как бы пытался, то есть, ну, есть такое у нас подозрение, что вот один из них он как-то к нам пытался присоединиться, вот, потом как-то он резко так ушел, вот, но вот сейчас я считаю, что вот сейчас опять наступает такой момент, что снова идет пробуждение национального духа, снова начинается, ну, как бы нас жизнь заставила снова войти в эту реку, и опять, опять появляется вот такое вот, ну, чувство, что да, действительно, они могут кого-то, но с одной стороны, да, действительно, это может быть, но с другой стороны, мне кажется, что режим нынешний, он настолько слаб, что посылай они кого-то, да, подсаживай каких-то там муток, это им уже не поможет. Совершенно верно. Я и тогда, честно говоря, да, где-то чуть-чутьем понимал, что бороться, искать и это актуализировать внимание на выявлении, да, это раскалывает. Пример Гессера нам четко показал. Недоверие, которое сразу же входит в сердце, да, ты не знаешь доверять этому, а этому стоит ли? И это, 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 это не тот путь, это неправильно, не надо бояться. Я снимал несколько офисов, я проводил все съезды, так сказать, да, сам, значит, заработал на, там, сколько меня поносили, сахар, махар, там, прочее, взял, товарищи, естественно, во власти мне помогали, кредит, Юшаба, Мэрите, сделал, и все деньги, до копейки я влаживал в этот съезд, 92-го года, в Уберном театре, и так далее, снимал офисы, и один раз, значит, после большого собрания, уходя, я замыкаю дверь, ключ в меня, естественно, и рядом крутится, я до этого как-то, выходя, сказал очень хорошую фразу, я знаю, что среди нас есть, это их работа, я их вполне понимаю, я уже сам сколько их распил, но они должны знать, что уходят, мы для того и работаем, чтобы вся наша работа была публично, чтобы все знали, какие проблемы мы поднимаем, мы не собираемся, значит, завтра поднимать восстание, с оружием в руках, как краснородные плодцы там, значит, в 17-м году и так далее, захватывали вооруженным путем, мы пишем для того, чтобы люди знали, а те стукачи, которые среди нас, они должны знать, что мы вас все равно выявим, и, а вы докладываете, понятное дело, что вы должны туда докладывать каждую неделю или каждый месяц по вашему графику, но вы должны говорить, что, как, не врать только, только не врать, не давать мне в мои уста слова, которые я не говорил, иначе будет плохо, и уходя, замыкаю дверь, я смотрю, один все крутится, и он говорит, Владимир Андреевич, я плохого с ними не говорю, так, я сделаю, что я давно уже знал про него, я говорю, смотри мне, это самое, все прочее, тебе ноги отберут, у тебя дети маленькие, как ты можешь так-то, не боишься, за себя не боишься, за них, я страшно ничего не говорю, я говорю, собрало столько человек, я говорю, а сколько человек собрались, новый приходит, не приходит, Хамутаев опять о чем там, балаболил, вот это все, никаких записей, видимо, тогда не было, и он должен был, видимо, как он докладывали, я не знаю, сексотов было, они есть и будут, но я поддерживаю твою мысль о том, что сегодня это бесполезно, сегодня уже ситуация лучше, чем тогда, все уже понимают, и все бегут оттуда, сегодня столько людей из говни, Юрий Борисович Швеец, там и так далее, и так далее, сколько за границей поливают, они понимают, что это страшная организация, все, она в последние дни, я думаю, доживает, последние месяцы, годы, реформа Бозер, письменная, но мы должны из этого делать, РОК, никогда, никогда за своей спиной не должны иметь эту карательную политическую, полицию, страшное ведомство, а те, которые, значит, прислушивают, пусть они прислуживают им по заданию, ну там ради звездочки капитанской, майорской, или еще кто-то, как Баив, там был один журналист, позорнейший человек к нам в Конгресс был посажен, это ужас, позорище, а пусть они знают, что настанет время, и все это будет обнародовано, рыбалки, почему смогли экономически в самостоятельность вписаться, после того, как они объявили независимость, они первым делом пошли, захватили все архивы местных КГБ, и оказалось там столько фамилий местных ученых, от дворника, начиная до ученых-профессоров, которые, значит, должны были, вынуждены были докладывать, писать нам что-то, какие-то отчеты, позорные вещи, и вот, найдя там фамилии, все директора заводов и так далее, все были стукачами, гдистами, прямыми, и вот, пугая их, значит, что обнародуют их списки, они были вынуждены сохранять все экономические разваленные связи, да, со всеми поставщиками из постсоветского Союза, и таким образом продолжали платить налоги, и соответственно, значит, эти три республики нормально вписались в рыночные условия Европы, и это мы должны знать, и это тоже должна быть наша задача, и эти товарищи, которые там еще продолжают работать, они должны знать и уже делать сегодня выводы, на какую сторону, на какую мельницу ты работаешь, все это будет известно. Я хотел здесь подчеркнуть, что крупнейшим достижением политического пробуждения народа явилось беспрецедентное на то время манифестации митинга на площади Совета 90-го года. Раджан, ты помнишь, за отставку националиста Белякова. Это был такая, просто, я не знаю, партфункционер совершенно бестолковый, как лидер национальной республики. Настроился против себя всех буквально. Он полез критиковать, заставил Лидия Чемитовна, не понимая его, критиковать со стороны справды Бурятии, бурятский научный центр ВАЛАЭС Марта Васильевича Махасоева, что они националисты, поднимают там то, сё, лодку дружбы раскачивают и всякую-всякую-всякую чушь. Да, я помню, что, да, я помню Белякова, я помню это противостояние с БНЦ. И тогда впервые огромная масса, вся площадь там людей места не было. Там и русские, и буряты, и все остальные, да, против, объединились против общего раздражителя этого обкома партии. Везде, по всей стране рушились обкомы, изгонялись и так далее. Секретари убегали, а у нас упорно вот такие товарищи, как Беляков, сидел, значит, это, как будто ничего не поменялось. Также продолжал страшную националистическую политику. Мама душа север, хана, яна, срама, говорят, Бурятов изгонял и садил на их место. Это же страшное дело. И это все, значит, выливалось, помогало смелости наших функционеров. Партийные бюрократы, функционеры начали возмущаться. Это что такое? Бурятский научный центр поднял. Это что такое? И в результате все это? Это что такое? Выливалось. Мощный протест. И он должен был сбежать. Но я, как историк, вижу, провожу параллели, опять же, например, в Алма-Ате, когда Колбина посадили первым секретарем, на улице вышли. Назарбаев, какой бы он трусишка ни был, такой же партократ, он потом писал, нашел в себе мужество пройти с народом сто метров, потом быстренько прошмыгнул. Но зафиксировался. А народ уже запомнил его в памяти. О, вот этот. Ну, ведь Ельцин, Ельцин, он ведь тоже как прошел во власть именно на плечах бунтующего народа. Он был такой очень умелый популист. И я помню, моя мама с тетей, они были в Москве, и потом они приехали в Ланде и говорили с гордостью, как они стояли чуть ли не рядом с Ельцином на митинге, вот, что им там руки он пожимал. И тогда он действительно он был народный любимец, потому что он был опальный, опальный деятель, он был против Горбачева, и, естественно, все были против Горбачева, потому что всем надоело КПСС и вот Советский Союз в том виде. И связывали как бы свои надежды с Ельцином. А он везде, он всегда, он выступал на митингах, там, как бы, можно сказать, миллионные митинги собирал. Он популист, а я еще более хочу историческую справку внести. В 1992 году, я не помню, какой месяц, письмо нашего съезда, Аршебурятского съезда Урала о том, что необходимость, значит, вот власти препятствий, это что такое, значит, закон РСФСР от 26 апреля 1991 года о реабилитации рекомендации народов Ельцина. Великолепно все сказано. Мы полностью подпадаем под эти пункты положения. Ничего не движется. Местная власть не двигает, Москва не реагирует. И, значит, воспользовавшись приездом Ельцина, я лично, значит, в лес толкнулся на площади Совета его командой и так далее. Ну, вот я помню этот удивительный момент. Ельцин, ненавидимый коммунистами, еще черт знает кем, а собрались на площади люди старые, пожилые, коммунисты. Полиция еле сдерживала эту толпу. Мы там стояли и из Дома Совета от Владимира Безьяевича и эта куча вылезает больших начальников. И эти коммунисты, которые так поносили Ельцина в газетах «Правда Бурятия» и так далее, да, у них такой выдох, я услышал, ну, как Бога, как царя увидели, понимаешь, рванули, порвали кордон этих гевистов туда, к лестнице, откуда начинается Дом Совета, да, ты представляешь, это было. Эти гевисты так, видимо, испугались, что они хотят Бориса Николаевича порвать, а это не был порыв к порванию, это был порыв к лицезрению Бога, царя, черт знает кого-то. вот это мне было тогда очень противно. И вот когда он пошел вниз в сторону как это, в сторону ну, вниз в сторону улицы Ербанова, значит, да, гостиница или что там как-то называется, я уже все подзабыл, и я, значит, догнал эти офицерики, значит, сзади меня меня хотят, это самое, я физически прорвался, это Борис Николаевич, вот это, вот это, и далее, и далее. Но, тем не менее, вот теперь наше обращение к любым органам российской власти после Ленина не было правды, нет, никакого ответа мы так и не получили. А потом уже мы отправили Манжуев Геннадий Николаевич, великолепный человек, сердцем чувствовал, уж и правда, неправда, с письмом, чтобы не передавать ни по почте и прочее, прочее, чтобы он там, туда пустил непосредственно в ящик президентский. Но ничего не получилось, тоже так же. Это было уже при Путине. Путин получил и никакого ответа не изволил. А мы боролись тогда во всем жду за огур, а сам из-под валь сделал все, чтобы было покончено. Всегда говоря о том, что было, надо подчеркивать, что все наши борьбы, все наши обращения к органам власти, они получали обратный эффект. Власть, мы выступали за сохранение сердца, а она покончила, уничтожила руками Тишанина, Говорина, Пасхолова, Холланова. Холланова. были причины на это. Почему нужно было расчленить Бурятию, почему нужно было практически в таком масштабе, в таких масштабах проводить репрессии, даже не только в Советском Союзе, но и в Монголии. Да. Потому что они не хотели, чтобы буряты жили в этом стратегически важном пункте, в этом стратегическом важном районе, чтобы нас не было в большинстве, чтобы нас было мало, чтобы мы были слабыми. Поэтому они и не пошли на реабилитацию бурят. Вот именно. Никакое экономическое, социальное, культурное развитие не Руси не преследовалось как цель, задача. Это были пустые слова а мы верили, покупались. Вот это наша стратегическая ошибка. Я думаю, что в тот момент, Владимир Андреевич, вряд ли что-то было возможно, вряд ли у нас было много места для маневра в тех условиях. Я думаю, что то, что были созданы такие организации, как НЕГОДЕЛ, Единство, и что эти требования о нашем единстве, что требования о восстановлении справедливости все время ставились, все время этот вопрос поднимался вами, в том числе в огромном как бы, то есть значение огромное вот этого именно, я считаю, потому что как историк, также по образованию я знаю, что в исторической перспективе остаются дела, остаются вот такие поступки, они в истории остаются, и уже никто не сможет просто сказать, что вот не было ничего, бурятам это было не нужно, на самом деле нет. А вот скажите про Нагодел, расскажите как он создавался. Приехал из Москвы, из московского землячества, ныне покойный Тенхер Ренщины, его нормальное имя Константин Дмитриевич Дадаев, он был одним из руководителей, там значит он не поладил, там они начали как всегда значит хитрить, махинировать и прочее, он честный человек, сбежал, он имеет высшее торговое образование, хабаровский закончивший, энергичнейший, знания огромные, он приехал прямо ко мне домой, как он нашел, и мы беседовали, и он сказал, нужно вот так, вот так, вот так, единство даже нагребил слово, вот все прочее, неплохо знал свой язык, естественно, ну и все, а мы работали в Бурятмонгольской народной партии, он пришел к выводу чисто в организационном плане, он подсказал идею мне, Бурятмонгольская народная партия, из-за того, что это Бурятмонгольская, и значит это партия, которая заявила значит чисто политические задачи, да, она будет всегда маргинальной, она всегда будет нужно движение, которое больше бы охватывало население, и вот подсказав он это самое мы пришли по мнению, поддержали и разделились одни и те же товарищи, и там и тут название, ты правильно сказала, на году это объединение, единение, единство, подчеркивало то, что мы на самом деле хотим охватить как можно больше массу своего народа, единство, вся проблема заключалась в том, чтобы мы тогда молодежь и среднее поколение и научная элита вместе бы работали по раздельности, ни одна из трат не добьется и так далее, эта идея, значит, Костя мой дорогой подарил, а то, что наши идеи, ты сказала, в истории остаются вещи и так далее, это как историк совершенно верно, что я на правильном пути и все проще было, я один момент вспомнил, после всех этих наших съездов в Улан-Удэе и так далее, монголы, значит, внимательно следили, как удивительно, демократическая революция 89-91 годов в Монголии, во главе которой был Санжасу, Ренгин, Зарик, Патул и Хандел представитель правительства, все они три этнических бурята по национальности совершили революцию демократическую, погнали, значит, российскую армию и все прочее, и все прочее, и в конечном итоге они создали сегодняшнюю демократически ориентированную Монголию, они внимательно следили за нашей республикой, я, конечно, ездил, я общался само собой через границу, но не так часто, и было приятно то, что, значит, они решили организовать Всемирный съезд монголов, их молчуды, их чулган, типа того, это было 93 сентября в течение целой недели на великолепных, значит, правительственных микриках или как их назвать, нас, значит, возили, показывали и все прочее доклады, я тогда был Порошон Шербадич на съезде монголов всего мира по монгольском съезде, выступил на бурятском языке заменив на С. Весь зал чуть ли не встал, значит, в радости, в восторге. Почему? Какие у нас проблемы? Вот так и надо выступать, было сказано. Но вот, чтобы поехать не туда, на этот съезд от всебурятского народа, естественно, власти Монголии, уже демократической Монголии написали в недемократическую нашу Бурятию Потапову, да, какие, значит, гибистские козни были устроены с тишлем, чтобы меня не допустить. Других моих товарищей, мы написали, естественно, напрямую и отправили через Нарочного, и они оттуда, там прямо указали, что обязательно включить вот таких. Я со своим списком, значит, проехал, поехал, на съезде выступил, я выступил с позиции как историк, по монголизм, почему это все у нас повторяется, что мы на совершенно правильном пути, монголы, братья, мы вместе должны, и вы должны нам оказывать и все прочее, обосновал. На обратном пути, когда мы ехали в поезде, наши ведущие, так сказать, как их назвать, эксперты национального вопроса Верховного Совета Республики Бурятия, известные, называть их, называть ли, но я тебе назову только по именам, отчествам, ты прекрасно разберешься, фамилии я не буду говорить для широкой публики, Василий Цареевныч, там, значит, Карамжа Будопыч и все прочие вот этого, вот это ужас, они все всю ночь изливали мне любовь свою и это самое поддержку национального движения, что они всегда были душой, но вот было такое время, нельзя было, вот сейчас и так далее, и так далее. Вот это удивительное качество, но они поддержали, но тем не менее, да, нет, нет, в 92-м году в ноябре вместе я провел, а после ноября, декабрь, январь, февраль, март, 4 месяца, значит, поносили итоги Чебурятского хурала. Армажа Будопыч и Василия Цареевна, Ильич. Вот как интересно. А потом мы поехали на съезд, и на этом съезде с Монголии они, значит, признавались. Перед глазами они в бумагах писали, что на ГДЛ, национальный вопрос глазами на ГДЛ, огромная статья вообще на две полосы. Они буквально каждый пункт, а там было мной разработан, нами разработан, 4 пункта, каким образом Россия и все прочее должна появиться, что сделать и так далее, воссоединить, каким образом и все прочее. Они поносили все это. Выдрав кусок, начинали сгоряться. По заданию, естественно, Шарагр и еще кого-то. Я не знаю, насколько Леонид Васильевич Потапов мог соображать. Вот я вообще никогда не верил в его сообразительные возможности. Это был самый, такой же, такой же, такой же ужас, как назвать, как Беляков. Он просто-напросто знал, что надо понимать основной ветер, основной ветер это русский национализм из Кремля, надо, значит, бегать и показывать, что он единственный, который держит этих бурятов в узде, иначе они тут же, значит, воссоединятся с Монголией. Владимир Визеевич мне говорил, на Потапов показывал. И показывал на тех бурят, которые после заседания Совета Конгресса, да, он говорил, вот в этих условиях мы жили, чтобы сегодняшний растущий твое поколение знало, в каких условиях. Я знаю, что есть критика в том, что весь ваш опыт политический бэкграунд это негативный. Вы полностью все проиграли. Хорошо критиковать, но эти частности это вы знаете разве? Надо узнавать. Мы вот не знаем, на самом деле, до меня доходили такие глухие слухи о том, что Потапов был на самом деле очень зловещей фигурой. То есть сейчас, вот я помню, недавно слышала Александра Гарможапова, как бы ставила Потапова в пример нынешнему главе, что вот Потапов говорил на бурятском языке, но она ведь не знает о том, какую роль он сыграл в подавлении бурятского национального движения. У меня даже доходили слухи там, что вплоть до физической расправы доходило некоторых. Я вот не знаю, даже вот не дошли имена этих людей, с кем он расправился. Но я, например, знаю про дело Пиноева. Вот не могли бы вы немного рассказать об этих жертвах, так скажем, Потаповского и КГБ, ФСБ, так скажем. Да, этот дом всегда был, выполнял функцию держать в цепях бурятское национальное самосознание, бурятское национальное движение и всех тех, кто занимается возбуждением, так сказать. Был Тишков и есть Тишков, который написал 50 книг за 30 лет, издал огромные вот такие тома, да, в которых он доказывает, что нету будущего, они растворятся бесследно, татары, осетины и другие. Он вот эти два народности звал. И ФСБ, КГБ, оно всегда в нашем городе Шарегар занималось только этим. У меня тысяча факторов, когда, например, Данилов подбегал ко мне и говорит, «Ты разве знаешь это самое, как они мне дверь пеньком открывают и говорят, ты сидишь здесь, пока мы здесь, мы, значит, тебя не сказали и так далее властям наверху. То есть, мы, соглядатая от этой верховно-имперской московской власти, ты сидишь только потому, что мы, значит, тебе хорошо относимся. Почему ты, значит, слушаешь этого Хамутаева и прочее, тысячи таких факторов. Сколько мне людей говорят, рассказывают. Депутатов Госдумы, их не так много вы можете вычислить. Он говорил, как этот орал на меня говорит, сегодня на имбэн Госдуме Духовна, вы что там носитесь, смотрите мне. С монголами хотите соединиться? От слова «бурят-монголи», почему-то у русских, сидящих там, клинит здесь, они сразу думают, «бурят-монголи», это значит, они хотят объединиться? А тот наш депутат пытался ему объяснить, «бурят-монголи» это было наше старое название? Люди ставят вот так вопрос. А русской, как кричал в 92-м году в Иркутске на совещании партхоз и прочего актива Байкальского региона? Мы тогда съезд проводили в 92-м году, и, естественно, Иркутской газеты писали об этом, а у него человеку военному отбит, у него мозги все отбиты, видимо, он тоже это слово «бурят-монголи» услышал, да, и это самое подумал, «буряты хотят воссоединиться». А в составе делегации был, значит, министр «бурят-монголи» он попытался сказать, что ни о каком воссоединении там съезд не говорит, это «бурят-монголи» «бурят-монголи» а тот его не стал слушать и сказал «вы там бросьте, скажите своим, ничего у вас не получится». Вот так он рявкнул, этот вице-президент, понимаете, и это мы должны понять, вот такие штампы, вот такие стереотипы, они были, есть у всех, начиная с Куропаткина, Николая Второго, который японцев называл махаками, понимаете, Александр Третий, который ни одной войны не вел, только потому, чтобы, значит, обрусить техния Руси, задачи своей ставил главные. И мы это должны понимать, и главную функцию сегодня, советское время, здесь их функцию выполнял КГБ. Они гоняли Коли Пиноева, Николай Хабшанович Пиноев, светлейший человек, советливейший человек, он выступил, написал бумагу по национальному вопросу, выразил мнение очень большого количества бурятского населения. Это было воспринято Москвой, естественно, КГБ, устроили террор, гонения, судилища. Я лично с Ириной Сафройной полтора года ходил на все эти судилища. В конечном итоге бурятские, значит, судьи дошли до них, мы до их совести. Четыре команды было поменено. В результате пришел один дурак, который, значит, выполнил задачу партии правительства или ФСБ и засудил, но засудил так, что все просидевшие Колина отсидевшие сроки были засчитаны и тут же, значит, мы забрали его. Как там команда охранников из Иркутска, не бурятская, смотрите как. Кто это делает? Это ФСБ делает. Была охраняла Колю. Как пытались его унижать, там, значит, оскорблять, чтобы вызвать на какой-то эксцесс. Люди, не жившие в те годы, не знающие этих фактов, сегодня думают, что мы только горлопанили, бумаги писали. Это была борьба. Ирина Сафроновна работала когда? Время было. Да, я безработный. Все 90-е годы я не работал. Жил на содержании моих друзей, товарищей. Ужас. Но я не знаю, у кого сейчас есть право обвинять вас, ваше поколение в чем-то. Например, я думаю, что это люди, которые вообще ничего не знают. Потому что я, ну я немного младше, да, но я вот помню это. Я помню, какая была упорная борьба. И мы в свое время тоже включились, да, 20 лет назад в эту борьбу. Но мы не были первыми, да, то есть мы потом все вместе одним фронтом выступали. Помните ведь был, организовывали этот тайлаган, от которого все шаманы отказались, да, потом привезли скачуга шамана, который спас лицо бурятского шаманства и провел этот обряд. все остальные эти тенгери, не тенгери, да, они все отказались, они все испугались ФСБ. То есть какие это шаманы, если они боятся ФСБ, если они боятся власти. Я штрих добавлю, совершенно верно. Я организовывая, значит, этот тайланд на горе, на той, о чем ты говоришь, да, мы были вместе. Я знал, предугадывал, что так и будет. Телефоны все проверяют, прослушиваются, и это первый вариант, значит, усердинские шаманы все соберутся, на миг реки приедут, нигде не останавливаются и так далее, значит, на култуках, очень осторожные, все прочее, проедут, дело добря. Это мои личные товарищи, мои земляки, я с ними проработал, я сказал, вас будут гнобить, вас будут пугать, вас будут покупать, предлагать там что-то. Ну, ты че? И так получилось. Я второй вариант уже без всякого телефона сказал нашему одному, моему другу качевскому зюлхэм бурятта, говоришь, хаду ясрэш, элгош, элго. Я тебе так-то, так-то скажу, условный код по телефону, и ты это понял, все, он привез его, представляешь, где находится Качев, где находится Иркутск, где Улан-Удэ, и вот это самое, ребята ночами и так далее, ради того, чтобы ты как великолепно заметила, как в истории обобщила, спас лицо, спасти лицо бурятского шамана. И вот мы его тогда провели. Ты помнишь, это добрят, это очень хорошо, мне приятно, я забыл уже сам. Я хочу сказать про 91-й год, может быть, ты, Раджана, проникнешься. Первый бурятский съезд, это был съезд органов власти, который, значит, дал бурятам выпустить пары определенные. Там ничего не надо слушать, никаких там выступлений дежурных, этого венчанина, который, я плохо говорю на своем, лучше скажу, чем плохо говорить на плохом бурятском, великолепно скажу на русском, я зарабатывал очки. Были клоуны, такие, как выходили на сцену ради того, чтобы себя показать, ради личных интересов, сиюминутных. А общенациональный интерес выражал только один-единственный человек, Тарас Максимович Михайлов, который выступил с докладом. Этот доклад был вообще, как сказал Виктор Захарович Хамарханов мне, он потом издавал все эти материалы съезда 1991 года, в 1996-м только еле-еле они смогли издать. Этот доклад вообще под этим влиянием этого доклада развивалось все национальное движение и все 90-е годы. Я хочу это сказать. Он там впервые дал оценку, почему мы такие стали, силу чего, но все-таки среди нас пробиваются такие молодые, энергичные, яркие и прочие, бунтарии и прочие. Вот этот доклад я рекомендую всем. Этого достаточно, больше ни черта не надо читать. Найти, как же этот материал называть, материалы Первого Сиборяцкого съезда 1991-го года в Ануте 1996-й год изданы. Под редакцией Виктора Захарыча, ой, не Виктора, Александра Захарыча, я неправильно сказал. Виктор Захарыч к национальным движениям имел маленькое отношение. Вот так, конечно, все пережито и мной любой человек хочет сказать, но я уже нет, а лучше, наверное, а я обращусь к тебе, ты сама все знаешь. Задавай вопросы самые приятные и неприятные. Что нам важнее сегодня? На каких вопросах мы должны поставить точку над И? Ну вот я думаю, что бурятские съезды, они ведь начались как раз, ну, вы сами сказали, самый первый съезд, он был самым, можно сказать, радикальным, да, или второй съезд. А потом они все как бы по наклонной плоскости проводились эти съезды, да, то есть они становились все более и более ручными, и вот последний съезд, который я застала, это тот съезд, который мы в 2006 году пикетировали. тебя увезли. И нас увезли тогда, да, в милицию, а потом мы прорвались туда, и как бы я там громким голосом начала кричать в зале, что вы пока здесь сидите на субболе. Вот, ну, то есть в 2006 году это еще было возможно. И я думаю, что вообще идея все бурятских съездов, она ведь возрождена была вот после, можно сказать, ну, прошло меньше ста лет, да, то есть первые съезды, они были как раз в начале 20 века, и вот затем они в конце 20 века были снова организованы, да, и, ну, хотя они вот как бы были такие потом уже ангажированные просто, и власть их взяла под контроль полностью, но я думаю, что нам необходим новый съезд, уже съезд свободный, свободный бурят Монголии и людей, которые будут добираться на этот съезд и решать судьбу нашей страны нашего народа. Ты сказала 91-й год, потом все вот так и наклонно. Да, да. Тут немножко не так. В 91-м году на волне, значит, всеобщего эмоционального, национально-культурного, демократического, политического даже подъема бурятского народа СССР организовался. Организовали его власти целью перехватить бурно растущие национальные движения, направить культурно управляемое русло. И вот этот съезд создал ВАРК. Ужас, какой организация. Этот съезд создал землячество. Ужас, какой позор наявление. Бурятский народ у себя дома, да, по улусам, аймакамеселам создают землячество. Это, что может быть, хохничнее я встречался с одним окутом своим другом, он смеялся. Как это вы? Мы всегда на вас ориентируемся. Это вы что, до чего дошли? Позорище. Это все КГБшное изобретение с целью захватить. Но тем не менее, значит, плюсом я говорю, там было только одно единственное доклад Тараса Максимовича. Великолепный доклад, который он сумел пробить только силой своего авторитета, влияния, знания и так далее. На самом деле, на его уровне там никто не мыслит. Никакие там не гарможапы и прочее, прочее. Это надо прямо честно сказать. Он с этим докладом поставил себе на веки вечную память наших, во всяком случае, наших сердцах. Все остальное нечего. Варк, что такое Варк? Да, вначале он что-то, что-то, но это тоже было все обман, чтобы лишь бы не занимались политикой. Хотя во всем Советском Союзе уже давно Советского Союза уже нет. Все уже бегали в эйфории самоопределение. Вот какой позор мы должны понять. А мы удовольствовались этим Варком, этим художником. в 92-м году, поняв, что такое этот Варк, что такое этот первый съезд, мы сумели, значит, так сказать, маргиналы, ванкурты, организовать новый съезд. Все демократические организации, я привлек русские демократические организации, Коли Бурлака и прочих, прочих, со стороны гонения КГБ, власти, запрета съезда, Деньен и ГДУ провел Сибурятский съезд в оперном и в течение трех дней делегации бурятского народа от всех районов и округов обсуждали проблемы республики. Были разработаны проектные документы, что по секциям разделились. Это не было просто выход на пленарную трибуну каких-то красавцев и разлагольствовали. Три-два дня, значит, разрабатывали выработанные заранее документы, которые были разосланы на местах. Понимаете? Так должно быть. Так должен быть проходить съезд. И вот замечательные документы были приняты. Я не буду зачитывать. Но не надо, они найдут. Сколько сил было вложено? Я вложил собственные деньги и так далее, значит, заработанные. В газетах радиотелевидения четыре месяца шло шельмование съезда по указанию президента Потапова. Между тем, документы, принятые съездом, в частности, о признании Бурятых фиксированного, были приняты Потаповской же властью, начаты его обсуждения. Впервые Бурятский вопрос был легитимизирован, стал повесткой дня республиканской власти. Это был огромный успех национального движения и огромный провал КГБ вместе с Потаповым. Бурятские националистические организации, клеймившиеся националистами, добились поддержки научной, творческой общественности. Именно разработкой этих четырех конкретно политических документов по реабилитации, по проектам постановлений федеральных органов власти, президента, президента, Верховного Совета России и так далее. И вот тогда, естественно, борьба этот съезд привел КГБ к другому обсуждению, что надо перехватывать, надо ну в общем все эти 90-е годы, 92-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й с переменным успехом шла борьба. В конечном итоге Леонид Потапов победил в том плане, что у нас отобрал самое главное, что для нас, для тебя, для меня, для всех борцов за национальное дело, что для нас главное, это публичность, это публичная трибуна. Мы тогда, все 90-е годы, были субъектом политики, мы диктовали этой власти, Потапов прислушивался, на этот съезд, например, я заходил, Сергей Ачелиевич Буддаев, он был поражен, он, как это назвать, Крумканский, и, зная прекрасно Потапова, глубоко уважая, так сказать, позорника этого, а я заходил со своей толпой, я забирал у него эти слаги в Буряки и требовал, чтобы все представители комитета Верховного Совета последнего СОЗОВа, были, значит, у нас на съезде. Я хочу подчеркнуть этим самым и на всех остальных мероприятиях, которые были каждую неделю, мы оставили как с созданием Конгресса, тем более в Верховном Совете и в Народном Хорале всех СОЗОВов. Это была трибуна, у нас была трибуна, власть государственная в лице этих, значит, Потаповых, она признавала, она никуда не могла деться, она боялась, но куда было деваться-то? Габисты на собраниях не могут выступать, дели, слушали, записывали. То есть мы тогда сумели сделать самое главное, что сегодня нам, в ряляхом национальном движении требуется, стать субъектом политики, политическим субъектом, а не идти на мероприятие, проводимое ими. Тамим диктовать свое видение. На основании там, ну, каких угодно, формулируйте сами, это совсем не сложно, это тут пройдет, это опыт, это бэкграунд положительный. Но потом он сумел, он сумел, надо отдать ему должное, загнал нас в парламентские слушания, национальный вопрос локализовался в стены парламентских слушаний, перед всякими обсуждениями, значит, законопроектов, подосимых, как подготавляемых. Значит, мы дрались, он устраивал драчки, и при этом сидел наверху, руководил драчками, Мангадут несколько, представляешь, да, вот так вот, пять-шесть, да, и вот только я стою, и наху Мангадут, а потом опять Мангадут. И соответственно, значит, при обсуждении, особенно сильнейшая драчка, политическая драка шла по Конституции в феврале 1994 года. мне приходилось там, когда уже невозможно было доказать что-либо, а проголосование мы проиграем, и пролезет страшно нехороший пункт в Конституции Бурятии, я требовал, народ поддерживал, выводил весь состав бурятского, бурятский состав из этого, потом журналисты Бурятии писали русские, почему Хамутаев стоял там и выводил всех как баранов по пальцам посчитывая. Были комические ситуации, когда один Кижингинский выходил, выходил, потом раз быстренько присядет, смотрит на президиум, там Личемидов на Потапов, наши люди кричат на него, Виктор Евреев, Виктор, как его, вот здорово забыл, он умер, за Байкал лесом руководил, Дугутов, Виктор Еремеевич, Дугутов, мои друзья и прочие, значит, он раз побежит дальше выходить, а потом опять присядет, то есть, какое политическое взросление он испытывал, он боялся власти, которой он привык всю жизнь угождать, а тут надо, а тут новые люди, новые веяния, новые перспективы, бурят, и он это, не он боролась, бурят я или же коллаборационист на реке Виктор, я как историк это размышлял, понимал, и вот так мы боролись, и Конституция наша была не стыдно и принята, это была огромная силы, более, сколько сил мы отдали, лично я обсуждал на каждом, каждый эти пункты меня пригласили эти же русские же, якобы демократические телевизионщики, а потом шел после выступления ночью домой, и за мной всегда шли, значит, после всех этих, двое-трое, значит, певистов, с тем, чтобы, я не думаю, что физически убить, с тем, чтобы психологически, значит, элка, у них первая мысль, элка, ты понимаешь, да, вот так, но этому я не сдавался, смерть по бою, это самая радостная смерть, говорили, чукчи, которые гнали российскую опуационные отряды, убивали, шестакова там, еще как его, двоих, майоров, ну, прямо как викинги, ты представляешь, это какой народ, почему, в отличие от всех других народов, Екатерина II, обозапила, отступить на тысячу, и давайте им подарки, лишь бы они русских не убивали, понимаете, единственный народ, про которого государственная власть, сенат обсуждал два часа, и с ума сходили, и решили давать им награды, лишь бы чукчи не убивали, почему, я долго размышлял, читал, Зоева и прочих, которые шикарно написали про него, Багарастан Багаразы, который восхищался чукчами, потому что у них была заповедь, смерть в кровати, плохая смерть, на том свете в аду будешь, смерть в бою, ну, сразу же станешь играть там, в пинг-понг, какой-то шар коняки, так далее, в общем, Рай у них. Посмотрите, это практически Вальхаула, Вальхаула, да, то есть, викинги, они ведь тоже считали, что если человек умер в постели, да, то он попадает в Хель, в Хель, да, это ад, Хель, а если воин погибает в бою, с оружием в руках, то он, его Валькирии уносит в Вальхау, где он пирует, я считаю, что у нас получился очень интересный разговор, и, естественно, мы не смогли, не смогли затронуть все интересные темы, и спасибо огромное, Владимир Андреевич, за то, что нашли время прийти, устроить такой вечер воспоминаний, мне было очень приятно обо всем этом снова вспоминать вместе с вами, и я надеюсь, что это не первая наша встреча, и что обязательно, обязательно мы с вами встретимся еще раз в нашем эфире. Словом доброго, до свидания. БАРТ. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова